Знаете, почему мужчины за 45 засматриваются на девочек 20-25 лет, 30? Потому что они еще радуются жизни, у них улыбка на лице. И когда женщина улыбается, и у нас на душе становится легко, и нам надо вот этой легкости. Когда вы приходите на свидание, пожалуйста, не говорите о проблемах, о том, что у вас что-то надо. Расскажите, как вы провели отпуск, как вы когда-то куда-то летали, какие у вас были потрясающие ощущения от этой поездки. Расскажите, какой у вас прекрасный ребенок, или сын, или дочь, куда вы ездили, что он хорошее сделал. Мужчина должен видеть, что вы наслаждаетесь жизнью. Не надо его сразу грузить проблемами, рассказывать, что все плохо, и жить вам негде, и сын у вас грубит, и дочка покрасила волосы в синий цвет. Не надо это рассказывать. Это все придет потом, когда он станет членом вашей семьи, когда он полюбит вас, когда он полюбит ваших детей, и он, как мужчина, будет иметь право взяться за их воспитание. Вот только тогда надо это рассказывать, и рассказывать, опять же, в плане как совета, что ты посоветуешь, а как бы ты поступил. Не надо говорить каких-то категоричных вещей. Просто вот в такой форме общения веселого, спокойного, в форме вопрос-ответ, пообщайтесь с ним, пусть он видит, что проблемы есть у всех. Но, тем не менее, важно отношение человека к проблеме. Если вы к проблеме относитесь житейски, нормально, даже со смешком, то это не проблема. Это просто трудность, которую вы с легкостью пройдете. А проблема – это то, что вы решить не можете. Там, где вам надо помощь других людей, там, где вам надо чья-то поддержка, там, где надо вам чья-то помощь. Поэтому всегда относитесь к проблемам с легкостью, и все у вас получится. Ваш психолог Алексей Коваль. Субтитры создавал DimaTorzok